Здарова, друзья! Человек-паук это один из самых популярных супергероев среди людей абсолютно разных возрастов. И оно неудивительно, что имеется около 50 игр про человека в красном трико. Кстати, первая игра про паука вышла в далеком 82 году на Atari 2600, а последняя игра выходит уже, или даже уже вышла в 2023 году. Речь, конечно же, про Marvel Spider-Man 2, эксклюзивно для PlayStation 5. И если мы сопоставим эти две игры, то разница между ними будет, конечно, на глаза. Если в первом варианте игра представляет из себя простенькую 2D игрушку, в которой нам необходимо поднимать вверх красные пиксели, которые похожи на Человека-паука, и да, без воображения в это уже невозможно играть, то во втором варианте перед нами уже игра нового поколения с гораздо большими возможностями. И как раз таки в преддверии выхода новой игрушки про Человека-паука, мне захотелось перепройти прошлые части игры, и я подумал, что было бы прикольно посмотреть на них и показать вам, как эволюционировали игры про Человека-паука. И в этом видео мы как раз с вами посмотрим на все эти игры и будем их оценивать. Каждую игру я оценю в своем тир-листе лучших игр про Человека-паука, какие-то порекомендую вам, какие-то вообще не буду рекомендовать. И не буду скрывать, естественно, я данную идею позаимствовал у западного ютубера, но, естественно, я взял идею за основу, а все остальное я уже реализую своими силами. В общем, надеюсь, вам такое понравится и вам будет интересно, и вы адекватно оцените мои старания. Но перед началом видеоролика я попрошу вас зайти в комментарии и написать, когда вы смотрите данное видео, до выхода игрушки Marvel Spider-Man 2 или уже после. И вы меня, скорее всего, спросите, а зачем? А за тем, что вне зависимости, вышла игра или не вышла еще, вы можете ее приобрести по очень выгодной цене в магазине Turk Company. Данный магазин специализируется на продажах игр и подписок для консоли PlayStation 5. Уже прямо сейчас вы можете оформить предзаказ на многие будущие новинки или уже купить вышедшую игру. И не стоит забывать про подписку PlayStation Plus, без которой сейчас никуда. В продаже имеется подписка от базовой до делюкс-версии. И специально для вас действует скидка до 10% на любую первую покупку по моему промокоду веселов. Все подробности и ссылки на группу ВКонтакте и Телеграм будут в описании к данному видео. Спасибо большое за просмотр интеграции. Возвращаемся к видеоролику. Как я уже сказал, мы будем оценивать каждую игру про Человека-паука, которую я прошел за последние полтора месяца. Идти мы будем по порядку, начиная от самой старой, дабы видеть эволюцию по мере продвижения к более новой части. Важная пометка, что некоторые ранние игры я пропущу, потому что играть и как-то оценивать однотипные 2D битэмапы мне не особо хочется. Поэтому мы сразу начинаем с одной из самых легендарных игр Spider-Man 2000 года. Да-да, та самая игра, которая выходила на PlayStation 1 и позже портированная на Dreamcast и ПК. К моему счастью, данную игрулю я сумел еще пройти в детстве на своей оригинальной PlayStation 1. Но сейчас, к сожалению, я не имею в коллекции этой консоли, поэтому довольствовался ПК-версией. И даже спустя столько времени Spider-Man 2000 играется все так же неплохо. Ребята из Neversoft, а именно они занимались разработкой игры, потрудились на славу. Стоит понимать, что это была первая 3D игра про паучка и вышла реально неплохо. Игра представляет из себя, по сути, битэмап в 3D пространстве. Все, что мы делаем в игре, это бегаем, бьем плохих парней и изредка решаем какие-то головоломки, если их можно так назвать. А так, в основном, думать в игре особо не надо. Бей, беги и проходи дальше. Но все это, опять же, сделано на хорошем уровне. Боевая система построена на неплохом количестве комбо-приемов. И радует, что не забыли про паутину, которую мы активно используем в бою. И все это не дает тебе заскучать. И не стоит забывать, что паутинка, кстати, еще и заканчивается. Так что нужно не забывать периодически выполнять запасы с помощью картриджей, которые разбросаны по локациям то тут, то там. К слову, для своего времени здесь довольно большие локации, которые интересно исследовать. Ведь, опять же, то тут, то там есть какая-то секретка. И можно какую-нибудь пасхалку отыскать. Например, на одном из уровней можно найти логово зеленого гоблина. Или даже комнату с картиной разработчиков. Это реально прикольно. По городу, конечно, не дали полетать. Просто потому, что вычислительные мощности того железа не смогли бы отрисовать так огромный Нью-Йорк. Но даже здесь это смогли сюжетно обосновать. По поводу сюжета. Здесь он такой, знаете, типично комиксный. Главные злодеи, а именно доктор Ок и Карнаж, подставляют Человека-паука и выпускают на улицы города зеленый газ. Из-за чего на улицах находиться небезопасно. И самое безопасное место находится только на крыше, где мы, собственно говоря, и проводим все свое время. По ходу сюжета, пытаясь остановить злодеев и доказать свою невиновность, нам то и дело будут встречаться различные персонажи из комиксов. Будь то черная кошка, каратель, кто-то выступает в роли босса, а кто-то нет. И даже вот этот тип появляется, который слепой. Я забыл, как его зовут. Сорви голова, что ли? Ну, в общем, не важно. Короче, сюжет насыщен разными гэгами, разными отсылками и так далее. Очень много разных боссов. Опять же, доктор Ок, Карнаж, Веном, Скорпион, Рина и блядский Мистерио, которого что в детстве, что сейчас, я никак не могу пройти с первого раза. То ли руки кривые, то ли разработчики не рассчитали сложность босса, непонятно. Но в любом случае, боссы, пускай и не особо интересны, но некоторые из них, скажем так, немного сложноватые. Не последнюю роль здесь сыграло управление, которое никак не адаптировано под ПК. Да и вообще, с игрой на ПК имеются большие проблемы. Ведь по дефолту на PS1 в игре у нас только 30 кадров. Но на ПК у нас FPS-то разблокирован, и из-за этого многие уровни становятся просто непроходимыми. Из-за чего приходится либо ограничивать частоту кадров, либо играть через эмулятор. Но как по мне, лучше потерять немножко времени и все же поиграть на ПК, ведь графоний на ПК все-таки гораздо приятнее, чем на PS1. Там, конечно, он уже устарел, много полигонов и так далее. В целом, игрушка все еще может принести удовольствие от прохождения и поможет вечерком скоротать пару-тройку часиков. Но данную игрулю я спокойно помещаю для себя в Тир 3. Рекомендую поиграть, но из-за того, что игра старенькая, может зайти далеко не всем. Кстати, важный момент, забыл сказать, что в данном видео я высказываю свое личное, не объективное мнение. И для вас, возможно, это Тир 1 игра, в которую нужно играть 100%. Если вы будете со мной не согласны, с моими оценками, то можете написать свой Тир-лист в комментариях и его публиковать. Я надеюсь, как бы здесь все ясно. Если да, то переходим к следующей игре. Если прошлая игра Человек-паук 2000-х считается, по сути, в своем роде легендарной игрой и почти все о ней знают, то о прямом продолжении этой игры уже знает не так много людей. Речь идет, конечно же, о Spider-Man Enter Electra. И как по мне, эта игра даже в свое время была немножко недооценена. По сути, игра является тем же 2000-м пауком, но слегка улучшенной в плане графики. Более четкие текстуры, больше эффектов и даже по мере прохождения у Человека-паука рвется костюм. Также в Enter Electra более интересный геймплей. Боевка особо не потерпела изменений, но появилось разнообразие как на уровнях, так и на битве с боссами. Во-первых, у разработчиков больше нет отмазки в виде газа на улицах города. И нас пускают побегать даже по маленьким улицам города, хоть и пустым. Такие локации представляют собой небольшие уровни, в которых нам необходимо бегать туда-сюда, бить бандитов, находить и обезвреживать бомбы. В общем, типа здесь такой открытый мир, ну опять же, по сравнению с прошлой частью. Также, сравнивая с прошлой частью, игра стала куда мрачнее и куда сложнее. Это хорошо показано на битве с боссами, которые опять же стали разнообразнее, и их также много. Главным злодеем выступает здесь, кстати, Электро. Ну не который был вот в этом пауке, а который такой, знаете, каноничный, желтый, скажем так. Который суперсильный. Ну так вот, в битве с боссами вам придется включать небольшую смекалочку, поскольку не всегда понятно с первого раза, а что же нужно делать. Например, у нас есть босс Песочный Человек, которого нужно сначала окатить водой, а уже после его необходимо бить. На уровне с ящером необходимо сделать специальную сыворотку путем прохождения небольшой головоломки. После мы ее применяем и уже наносим урон этому самому ящеру. Или гребаный уровень с самолетом, который я не знаю кем нужно быть, чтобы его пройти с первого раза. Суть в том, что в этом самолете сидит спящий пилот, которого отключили, и он куда-то движется. И нам нужно его остановить. Как это сделать? Никто тебе об этом не говорит, думай сам. Суть в том, что тебе необходимо открывать двери ангара, чтобы самолет как бы шел дальше и потихоньку сбрасывал свою скорость. Но это не помогает. Но оказывается, нужно заматывать лопасти этого самого самолета, чтобы он сбрасывал скорость. Плюс, заматывая только одну сторону лопасти, самолет меняет свою траекторию, что позволяет его развернуть. Тем самым он как бы сбрасывает скорость и никуда не врезается. Я не знаю кем нужно быть, чтобы это как бы понять с первого раза. Потому что игра тебя за ручку туда-сюда не водит. Не говорит, что тебе нужно делать. Ты должен сам додуматься до всего в этой игре. Что происходит на протяжении всей игры. Короче, игра как бы ну не казуальная, это точно. И даже будучи взрослым, не всегда додумаешься, что нужно сделать в конкретной миссии. И как по мне, это классно. Я считаю, что игра во всем лучше первой части. Но за исключением сюжета. Здесь он менее интересен, чем Spider-Man 2000. И я игрушку Spider-Man Enter Electro также направляю в Тир 3. Рекомендую поиграть, но из-за того, что игра старенькая, опять же, может зайти не всем. И теперь мы вместе с вами переходим в 2002 год. И этот год был особенный. Ведь именно в этом году появился первый нормальный крупный фильм про Человека-паука от режиссера Сэма Рэйми. И конечно же, как это было принято в то время, к выходу многих фильмов готовили одноименные игры. Так и появилась на свет игра Spider-Man The Movie. Сюжет игры старается идти по сюжету фильма. Мы застанем становление Человека-паука как героя, отомстим убийце дяди Сэма, спасем Мэри Джейн, ну и так далее. Но конечно же, сюжет немножко укорочен и добавлены небольшие изменения. Тут у нас будет и Шокер, и Скорпион, и даже Стервятник. На главный сюжет, конечно, они не особо влияют, но дабы хоть как-то растянуть игру, разработчики добавили дополнительные сюжетные линии. Интересные ли они? Ну нет, не особо. Типичный игровой сюжет по фильму, где показаны главные ключевые события, и на этом все как бы особо, скорее всего, не заморачивались. Но с сюжетом в принципе понятно, а что же там с геймплеем и со всем остальным? На самом деле, все так же не очень. Во всех аспектах чувствуется, что игру делали в торопях. Графику объективно оценить не могу, ну вроде норм, но что касается остального, давайте по порядку. Начнем с геймплея. Он стрёмный. Мало того, что разработчики просто скопировали механику из Человека-паука 2000-х, так они еще и выглядят максимально ужасно. Я не знаю, с чем это связано, но все анимации ударов, полетов на паутине, просто паутины, оно все такое, знаете, вот желейное что ли. Разработчики пытались как бы сделать все в реализм. Это видно по стилистике, по оформлению, но что-то, видимо, пошло не так. Не хватает, знаете, игре доработки. Идеи интересные. Уровни вроде продуманы, но опять же, скорее всего, поспешили к выходу фильма. И вот решили просто взять структуру из прошлых игр и подогнать их под движок. И вроде же даже старались. Вот даже новый прием мы завезли, битвы в воздухе. Но все же, опять же, это все криво работает. И играть, ну, не очень удобно. Сделали какой-то неплохой стелс вроде, но особо-то им не пользуются только в некоторых определенных уровнях. Честное слово, игра не доставляет мне никакого удовольствия. Игра сделана как будто для галочки. Поэтому она отправляется в Тир 5. Никому не рекомендую играть. Лучше уж поиграть из 2000-го Паука. Но после такой халтуры выходит поистине шедевральная игра на PlayStation 2 от Трей Арч. По фильму Spider-Man 2. Это была первая игра про Паука в открытом мире. И реализовано здесь все на достойном уровне. Тем более для того времени. Человек-паук отныне цепляется не хрен пойми за что, а прямиком за здание. Ведь была придумана система маятника. Благодаря которой полеты стали куда лучше. И эта система была использована потом еще в будущих играх. Есть возможность ускорения, различных трюков. Даже рогатку можно было сделать из паутины. Но естественно не обошлось в этой игре без проблем. Дело в том, что система полетов работала на очень тонком управлении. И игроку необходимо было очень тонко выбирать нужное направление и нажимать на нужные кнопки вовремя. Иначе паук просто врезается в стену и теряет всю скорость. И как бы теряется весь темп игры. И понимаете, что игра делалась скорее всего для детей. И это было наверное довольно сложновато в то время. Но зато было интересно. Здесь как бы такой знаете спорный моментик. Но боевка просто мое почтение. Во-первых, очень сочные и динамичные анимации. Во-вторых, появилась прокачка нормальная. Множество различных комбинаций. Как-то можно врага там привязать, кинуть, швырнуть. Это было прям офигенно. Это очень круто, опять же, и динамично выглядело. Также огромный плюс за доп задачи. Которые появлялись по всей карте рандомным образом. И самое главное, они были разнообразными. Где-то нужно было кого-то побить. Где-то нужно было кого-то остановить на машине и снова побить. Спасти там, не знаю, какого-нибудь рабочего, который упал с крыши. Помочь ребенку найти шарик. Доставить пиццу. И это прям помогало почувствовать себя настоящим Человеком-пауком. И здесь даже был неплохой сюжет. Он, конечно, повторял сюжет второго фильма. Но с небольшими изменениями. Которые вроде как были неплохо между собой сшиты. Но как бы все равно это было реально интересно. И главная суть, что главную сюжетную линию умело адаптировали и перенесли в видеоигровой формат. И все это вкупе представляло собой очень качественную и, по сути-то, революционную игру про Спайдермена для своего времени. Важно понимать, что, опять же, подобных игр про паучка как бы не было до этого. И у Трей Арч получилось создать отличную игру, которая еще может подтягаться с более современными играми. И Спайдер Мэн 2 для второй Плейстейшн заслуженно отправляется в Тир 1. Рекомендую поиграть и ознакомиться каждому с этой игрушкой, если есть старушка PS2. Ну или воспользуйтесь эмулятором, вроде как тоже неплохо работает. Ну а если вы не хотите, то можете поиграть в отдельную версию для ПК. Ведь было целых две версии Спайдер Мэн 2. И я думаю, вы знаете, о какой игре именно идет речь. О том самом Спайдер Мэн 2, который выходил на ПК. И я вот не знаю, стоит ли мне про эту игру что-либо говорить. Потому что я недавно уже делал про эту игру полноценный обзор. И как бы особо не хочется повторяться. Поэтому давайте коротко. Игра представляет собой супер коридорную, супер урезанную версию игры для второй Плейстейшн. Боевка однокнопочная, открытого мира нет. Сюжет супер урезанный, полеты реализованы колхозно. И вы знаете, если у вас не было PS2 в детстве, и вы играли в это, и вам как бы даже нравилось. То для ностальгии как бы сойдет. Пару часиков поугараете, и вам надоест самому. А так эту версию игры я помещаю в Тир 5, никому не рекомендую в это играть. Только если опять же вы в это играли в детстве, и вам понравилось. Так чисто знаете для ностальгии, поиграйте. Ну а так не рекомендую вообще в это играть. А вот следующая игра по Паука стала куда более интересной. Речь конечно же... Так ребятки не переживайте, это не лаги, это просто небольшая пауза. Дело в том, что это видео довольно таки долго уже идет. И если вам интересно, а это скорее всего так, потому что вы все еще здесь. То пожалуйста, на секундочку отвлекитесь, и поставьте этому видео лайк, и на канал подпишитесь. Для меня это огромная поддержка, и сильная мотивация. Плюс к этому, если здесь будет много просмотров и лайков, я сделаю еще подобные ролики по другим играм. Поэтому если не сложно, опять же поставьте лайк. И если вы это сделали, то огромное вам спасибо. Мы продолжаем дальше. Ультимейт Спайдермен. Одна из немногих игр, которые геймеры окрестили лучшей игрой про Человека-паука. И я не могу с ними не согласиться. Из всех игр про Паука, Ультимейт является самой особенной. Ведь сделана она под стиль комикса. Нас здесь встречает шелшейдинговая графика. Куча анимаций в стиле комикса, то тут, то там появляется стилизованная под комикса кошка, будь то надписи при ударах, подсказки или же просто касс-сцены. Это очень стилевая игра. Да еще и поиграть дают не только за паучка, а еще и за черную смерть. Кхм, извините. Дают поиграть за Венома. И по-моему, это единственная игра с такой возможностью. И как я уже сказал, Ультимейт Спайдермен считают народным любимчиком и лучшей игрой про Человека-паука, которая никогда не устаревает. С чем опять же я могу согласиться, но если объективно посмотреть, то у игры есть проблемы и на самом деле не такая уж она и бессмертная. Давайте поподробнее. Сюжет строится вокруг истории родителей Питера Паркера и Эдди Брока, которые совместно изобрели лекарство, исцеляющее рак. Но создали вещество Веном. После родители погибают и по сюжету игры или по сюжету комикса Питер и Эдди находят данное вещество. И сначала Питер Паркер владеет симбиотом, но потом об этом во всем узнает Эдди Брок и костюм оказывается у него. И после этого он решает напасть на Питера Паркера и нападает, собственно говоря, и тут же начинается игра. И честное слово, я так и не понял из-за чего конфликт, ведь завязка сюжета проходит сверхбыстро. Да еще и русской озвучки с субтитрами не завезли в эту игру. В общем, нам необходимо разобраться с Веномом, почему когда мы рядом с ним у нас болит голова, ну то есть у Человека-паука, пройти все эти загадки и победить главного злодея Венома. И в принципе, неплохо. Для такой-то игры сюжет реально неплохой. На нашем пути мы встречаем еще много злодеев, таких как Носорог, Электро, Жук и Зеленый Гоблин. Всю жизнь думал, что это Халк, кстати. В общем, нормуль. Геймплейная игра представляет собой все тот же Spider-Man 2, но более урезанный по функционалу. Летаем также по городу, собираем жетончики, спасаем людей. Короче, не дурно на первый взгляд. Но только если в прошлой игре эти доп-задачи были действительно доп-задачами, то здесь после каждой миссии вам необходимо обязательно выполнить пару городских обязанностей. К примеру, вы проходите какую-нибудь миссию и следующая не начинается, пока вы не соберете парочку жетончиков, не пройдете одну гонку и так далее. И вроде как это должно было нас погрузить в жизнь Человека-паука, но на деле-то это все лишь ради растягивания игры. Ведь игра очень короткая, не торопясь ее можно пройти за 3-4 часа, что, конечно же, маловато. Плюс к этому за это время миссии успевают наскучивать, ведь сделаны они по одному шаблону. Гоняешься за боссом, бьешь его и все. Бывает небольшое разнообразие. Например, в битве с носорогом нам необходимо во время погони параллельно за определенное время спасать прохожих, которые пострадали от носорога. Или, прежде чем с ним сражаться, необходимо заставить его ударить в Семент, тем самым остановив и нанести удар в спину. Или, например, в миссии за Венома, когда мы сражаемся с Электром. Поначалу это все та же погоня, потом небольшая драка и тут он переходит во вторую стадию. И бить его уже так просто не получится, а ведь он постоянно восстанавливает свое здоровье с помощью рекламных щитов, которые нам необходимо разрушить. Вроде прикольно, но этого очень мало, из-за чего все скатывается к одним и тем же действиям. Благо, геймплей за Венома отличается, и это уже хорошо. Если паук использует для перемещения паутину, то Веном очень высоко и далеко прыгает. Также у него удары гораздо сильнее, и плюс есть дальний удар с помощью щупалец. Плюс у него по какой-то причине постоянно убывает здоровье, и дабы его восстановить, необходимо пожирать людей. В детстве, кстати, это не казалось таким кринжовым, как, например, сейчас. Я сейчас подумал, что черт, Веном в детской игре ест людей, высасывает из них душу. Да, странно, ну ладно. Но в остальном структура миссий, в принципе, похожа, что у Человека-паука, что у Венома. Прокачки в игре, как таковой, нет. Новые комбы открываются со временем, но классно то, что теперь, чтобы победить бандитов за Человека-паука, нам необходимо их еще заматывать паутиной. Графика, пускай, и сделанная под комикс, но кто бы что ни говорил, что она никогда в жизни не устареет, и графика уже устарела. Модельки нечеткие, плотности толпы нет, да и дальность прорисовки оставляет желать лучшего. Игру из-за ностальгии я, конечно, помещаю в Тир 2, но с большой натяжкой. Рекомендую поиграть, ознакомиться, но имейте в виду, что однообразный геймплей, быстрый сюжет, может кому-то не понравится. Была, кстати, еще версия этой игры на телефон, но я, к сожалению, не мог ее отыскать. Если вдруг из вас кто помнит ее и сможет какой-то маленький обзор написать, то напишите в комментариях, я почитаю с удовольствием. А мы возвращаемся уже к трилогии Сэма Рэйми. Ведь на дворе 2007 год и выходит третий фильм по Человеку-пауку, враг в отражении. Боже мой, как же я его любил. И вместе с фильмом у нас выходит одноименная игрушка на консоли PS3, Xbox и ПК. И также выходит вторая версия, более урезанная, для консоли PlayStation 2. Но давайте сначала рассмотрим версию для PS3, Xbox и ПК. Перед нами все тот же, но чуть более проработанный Нью-Йорк, все тот же Человек-паук и все тот же сюжет по фильму с небольшими изменениями, как это уже принято. От второго Паука на второй PlayStation игра отличается не сильно. Графика похорошела, анимации стали куда плавнее, но геймплейная игра стала куда проще. Пропала прокачка, миссии стали более простыми и завезли эти убогие QTE моменты. Из-за которых многие геймпады и клавиатуры в мире сильно страдали. Ведь затыкивать приходилось со скоростью флэша, либо тайминги были ужасными. Из-за чего последнюю миссию за нового Гоблина я перепроходил раз 500, наверное. А миссии с обезвреживанием бомб это было что-то. На геймпаде еще худо-бедно можно было пройти. Но если вы играете на клавиатуре, то забудьте. Открутить эти чертовы болты было просто невозможно. Но в целом игра неплохая. Но и не сказать что хорошая. Все так же удобно и интересно по городу летать. Прикольно что проработали многие локации, в которые можно забежать, побегать, найти всякие секретики и так далее. К тому времени графика вроде как казалась неплохой. Но геймплей второго паука что-то почему-то мне уже лично поднадоел. Да и доп активности стали куда менее разнообразные. Да и люди как-то игрульку-то особо не взлюбили. Да и сейчас мне кажется что это довольно посредственный проект. Посему спайдермен 3 отправляется у нас в тир 3. Рекомендую, но может зайти не всем если честно. Но не забывайте что это была версия для PS3. А у нас еще была более урезанная версия для уже старенькой PS2. По сути это та же самая игра на первый взгляд. Но сука урезанная во всем. Графика очевидно слабее из-за мощности консолей. Экшен моменты также выглядели не очень. Миссии пытаются походить на более старшую версию игры, но не дотягивают. Да и к тому же после каждого взятия миссии игра почему-то прогружается. Это касается и доп задач. Если в старшей версии доп активности просто появлялись на миникарте по всему городу. И мы их выполняли. То здесь вам необходимо подойти к нужному человеку. Он вас попросит помочь. Потом происходит небольшая загрузка. И только потом начинается какая-то доп миссия. Не знаю для чего было вообще делать эту игру на PS2. Наверное из-за количества игроков и владельцев на PS2. Но как по мне сделали они это зря. Из-за чего игру про Человека-паука 3 на PS2 я отправляю в тир 4. Обычный проходняк про паучка и не более. Если прям фанат, то играйте. Но как по мне лучше все-таки поиграть во второго паука через эмулятор на PS2. Чем играть в третьего на PS2. Ух я надеюсь вы чуваки не запутались. Spider-Man Web of Shadows. Как же сильно мне нравилась в детстве эта игра. Эта прекрасная музыка. Эти крутые анимации сражения. Возможность выбирать костюм когда тебе угодно. Это просто было невообразимо. Я так сильно любил эту игру. И проблема в том, что в детстве мой ПК не вытягивал эту самую игру. И мне приходилось идти к своей подруге. У которой был более мощный компьютер. И я у нее путем обмана играл в эту игру. Я просто говорил. Хей, Наташа, пойдем к тебе в гости. Что-то там поделаем. А по итогу я просто хотел поиграть на более мощном компьютере. Интересную для меня игру. Естественно я бы сейчас так не сделал. Но я был маленьким мальчиком. Который не понимал понятия чести. Понятия какой-то морали. И у меня просто была цель. Насладиться этой самой игрой. А игра была так же уникальная. Как Ultimate Spider-Man. Ведь здесь у нас было целых два костюма. Которые мы могли менять буквально одной кнопкой. Мы могли быть черным пауком. Мы могли быть красным пауком. В зависимости от костюма менялся стиль боевки. И всего такого. Сама боевка была очень интересная. Она была очень динамичная. Очень красивая. Были вертикальные бои на стенах. На зданиях. Были воздушные бои. Эти комбинации. Они были максимально прекрасными. Это был один большой танец. Который опять же комбинировался. В зависимости от твоего костюма. Также сюжет в этой игре был нелинейным. Здесь было целых четыре концовки. И нам порой приходилось выбирать светлую или черную сторону. Боссы в этой игре также были очень разнообразными. Во-первых их было много. Плюс у них было две стадии. Обычная. Когда они были заражены Веномом. Ведь здесь главный злодей снова Веном. Который решил заразить весь Нью-Йорк своим ядом. И это было прекрасно. Это очень хорошая, качественная, стилевая и серьезная игра. Конечно не без ошибок. Город в этой игре пускай он открытый, он большой. Но к сожалению он максимально пустой. По сути эта игра на самом деле линейная. Ты просто быстро пробегаешь сюжет. Пускай он не супер какой-то короткий. Но он и не длинный. Он такой знаете среднячок. И в принципе интересно. Но вот как будто чего-то не хватает. Каких-то доп активностей что ли. Их реально было очень мало. Но в целом-то игрушка хорошая. И я ее помещаю спокойно в Тир 2. И рекомендую вам с ней ознакомиться. Если интересно. Это очень стилевая и драйвовая игрушка. Но как по мне ее главный минус. Это открытый мир. Который очень пустой. И если честно к этому времени. Открытый мир Человеке-пауке. Уже немножко поднадоел. Хотелось чего-то знаете вот совсем другого. Какого-то переосмысления. И мы в принципе его и получили в новой игре Spider-Man Shattered Dimension. Ладно. Давай вырубай эту хрень. Че-нибудь драйвовое нарубай. Spider-Man Shattered Dimension. Игра от компании Binox. И наверное это одна из самых разнообразных в плане геймплея игр про паука. Ведь здесь у нас целых 4 паука из разных вселенных. У нас здесь есть Нуарный Человек-паук. Человек-паук Amazing. Человек-паук Ultimate. И Человек-паук 2099 года. И вы не поверите. Эта игра была сделана еще до фильма Нет пути домой. И еще до мультфильма Через вселенные. Это была первая по моему игра. Где у нас было 4 паука из разных вселенных. Мультивселенная короче. И это было максимально круто играть за абсолютно разных пауков. Сюжет строится на том, что Мистерио стомал какой-то магический камень. И вселенная раскололась. И в каждый камушек попал в каждую вселенную про Человека-паука. И нам за каждого паука необходимо добыть эти самые камушки. С братьевого едина параллельно сражаться с различными боссами. Которых здесь довольно таки много. Плюс еще каждый вид имеется в каждой своей вселенной. Сюжет мне кажется очень интересен. Он очень хорошо подан. Что я скажу то же самое про геймплей. Он здесь так же интересен. И самое главное. Он у каждого паука уникальный. Потому что у каждого паука из разных вселенных. Свои приемы. Свои анимации. Свои какие-то фишки. Свои уровни. Свои шутки. Даже свои собственные жетоны. У каждого паука, который мы собираем. Они здесь есть. Игра очень, очень интересная. Мне больше всего понравился. Это естественно Нуарный паук. За него самый такой необычный геймплей. Потому что здесь мы играем по стелсу. Все почти миссии за Нуарного паука играются по стелсу. Он такой знаете серьезный. Даже немножко страшный. Помню уровень с гоблином. Ой он такой страшный. Чуваки были вы не представляете. Но так же мне и понравился Ультимейт паук. Особенно уровень с Дэдпулов. Очень смешной, динамичный, такой стилевый. Классно, классно. Плюс еще опять же каждый паук отличается своей стилистикой. Если Нуарный он такой черный. То допустим Ультимейт он такой под комиксный стиль. В общем классно. Классно, динамичная, интересная игрушка. Плюс здесь убрали открытый мир. И сделали более линейные локации. Что естественно пошло игре на пользу. Потому что если честно. Открытый мир он уже надоел. И самое главное, что каждая локация, она хорошо проработана. Она уникальна. Плюс боссы уникальны. Враги уникальны. Все в этой игре, понимаете, уникально. Да, под конец немножко это все становится однообразным. Но сам темп игры, он не сбавляется. Плюс еще в конце все пауки встречаются. И мы побеждаем Мистерио все вместе. Это классно. Это классная игра, в которой помещаю 100% в тир 1. Рекомендую каждому в это поиграть. Это будет уникальный опыт. Это одна из самых уникальных игр про паука. А вот именно в плане геймплея. Очень разнообразный геймплей. Не в одной такой игре. Нет, нет такого разнообразного геймплея. Я имею ввиду в серии Человек-паука. Поэтому 100% поиграйте. Вам понравится. И буквально через год компания Binox делает на волне хайпа продолжение. Spider-Man Edge of Time. Это по сути та же самая игра, с тем же самым геймплеем, но с другим сюжетом и вырезанными двумя пауками. Здесь у нас только Паук будущего и The Amazing Spider-Man. А в остальном игра ничем не отличается. Да, там другой сюжет. Да, там пауки между собой общаются. Но если честно, мне это не очень понравилось. Игру, честно, до конца я не прошел. Тем более играл на Xbox. Потому что игры на ПК, как я понял, нет. Это эксклюзив консолей. Короче, странный проект. Я помещаю его спокойно в Тир 4. Как бы обычный проходняк. Если как бы прям фанат, то поиграйте. Но мне показалось, что игра гораздо слабее, чем Shattered Dimension. Видимо, Binox поймали какую-то звездочку с неба. И решили, что смогут нам впихнуть одну и ту же игру. Но типа за те же деньги. Нет, такое не проканает. И, кстати, они же делали следующую игру про Человека-паука. The Amazing Spider-Man. Игра по фильму Новый Человек-паук. Ну, в нашем периоде. Тот самый фильм с актером Эндрю Гарфилдом. Который почему-то многие не взлюбили в свое время. А потом, наоборот, стали говорить, что это один из лучших пауков в фильме. На самом деле, странные люди. Фильм-то реально классный. Актер хороший. Ну да ладно, переходим к игре. В этот раз, неожиданно, игра хоть и по фильму, но сюжет не следует фильму. Потому что сюжет в этой игре, это как бы продолжение первого фильма Новый Человек-паук. Короче говоря, завезли от себя, Тином. Давайте коротко расскажу. Получается, здесь у нас продолжение. А компания Аскорб также занимается всякими разными тестами, экспериментами. Появляются новые мутанты, так называемые гибриды. Заражаются некоторые люди, в том числе и девушка наша Гвен Стэйси. Нам нужно найти лекарства. Освободив при этом нашего прошлого злодея доктора Коннорса. Делаем вместе лекарства, сражаемся с роботами, с ящерами. Честное слово, как это все, блядь, неинтересно, скучно. Ну и типа не по канону что ли. Почему нельзя было взять сюжет из фильма, по нему сделать игру и просто добавить какие-то элементы там, не знаю, дополнительных врагов, чтобы растянуть геймплей. Непонятно. Но решили сделать от себя тяну. И честное слово, вышло не очень. И геймплей, честное слово, такой же не очень. Камера кривая, боевка какая-то топорная, мне она вообще не понравилась. Полеты здесь вообще убили. Открытого мира здесь нет. Но она как бы и не линейная игра. Короче, ни рыба, ни мясо. И честное слово, ставлю игру в Тир-5 и никому не рекомендую играть. Как по мне, это какой-то ремейк Spider-Man The Movie, если честно. Ну то есть игра максимально неприятно играется. И компания Бинокс на этом не остановилась. Ведь был второй фильм, новый Человек-паук 2, и по нему сделали так же игру. И здесь ситуация немного лучше, честно говоря. Во-первых, сюжет стал более приближенный к фильму. Там, конечно, была тоже всякая отсебятина, но она была на уровне... На уровне, она была хорошая отсебятина. То есть она хорошо была сшита с основным сюжетом. В плане геймплея игра стала так же куда лучше. Она стала просто более интересней во всех аспектах. Боевка стала интересней, разнообразней. Камеру починили. Полеты стали опять же куда интересней. Потому что город стал более открытым. И свободы стало больше. Появились различные там костюмчики интересные. Как-то все обыгрывалось. Это было классно. Это было просто интересно играть. Если в первом Amazing игра просто была какая-то сломанная, скучная, серая и неинтересная. То The Amazing 2 как будто, знаете, расцвела. Просто это улучшенная версия со всеми доработками. И в нее реально в какой-то степени интересно играть. Рекомендую поиграть, если только типа вы фанат паука. Ну то есть это наш Тир 4. Обычный такой проходняк. В общем, если прям фан, поиграйте. И как раз таки к игре The Amazing 2 Spider-Man потихо и не то что всем надоел. Просто не появлялось ничего нового. Не было каких-то новых идей. Не было как будто, знаете, у компании бюджета на паука. И какое-то время игры про паука вообще не выходили. Но тут в 2018 году врывается с двух ног компания Sony. И показывает нам Spider-Man на PlayStation 4. И вы знаете, насколько я люблю эту игру. Это фантастическая игра. Она во всем превосходит последние игры про паука. Во-первых, у нее появился большой бюджет. Все-таки это компания Sony. Разработчики Insomnia Games умеют делать такие игры. И они реально показали, как нужно делать игры про супергероев. Конечно, Spider-Man на PS4 в каких-то моментах уступает даже Spider-Man на PlayStation 2. Допустим, на паутине, которые полеты есть у нас в игре. Они, как бы, скажем так, они очень казуальны. Если мы вспомним мой рассказ про Spider-Man 2 на PlayStation 2. Там полеты были очень тонкими. Нужно было прям уметь летать. Если не умеешь, то ты всегда теряешь скорость, падаешь и так далее. Здесь невозможно потерять скорость на паутине. Сжимаешь одну кнопку, летишь. Да, это супердинамично. Да, это казуально. Но это весело. Это игра про супергероя. Я не хочу в этой игре очень тонко на паутине летать. Я хочу в эту игру летать быстро, весело. Быстро кого-то бить. Иметь много разных гаджетов, способностей. Такой простенький, но в то же время интересный сюжет. Это классная игра. Это реально классная, интересная, веселая, драйвовая игра. Разумеется, я Spider-Man на PS4 ставлю в Тир-1. Рекомендую поиграть всем. Это новое слово в супергеройских играх. То же самое я скажу про Marvel Spider-Man, Miles Morales. Также игра на PS4 и на PS5. Также ставлю в Тир-1. Игры не особо отличаются только сюжетом и парочку геймплейными моментами. По сути, это вообще как бы DLC считается. Да, типа вроде как. Ну, в общем, не важно. Короче, последние пауки, чуваки Тир-1. О них долго распинаться я не могу. Потому что, ну, о них я в последнее время так много говорил. Есть куча обзоров. Это просто интересные, крутые игры нового поколения про супергероев. И мы ждем подобные игры. Вот, допустим, про Росомаху. Про еще каких-нибудь героев. Мы также ждем подобные игры, что сделали нам Insomnia Games. Я с удовольствием, естественно, жду Marvel Spider-Man 2. Разумеется, это будет также одна из лучших игр про супергероев. Я понимаю, что эти игры, они стали более казуальными. Опять здесь мы вспоминаем прошлые части, где был более, скажем так, замудреннее геймплей. В том же первом пауке, там, как я говорил уже, там нет обучений. Там нас за ручку не вводят. Это было интересно, да, но как будто от таких игр вам не хочется получать каких-то тяжелых задач. Вам просто хочется наслаждаться супергероечной. Это то же самое, что в фильме чуваки Marvel. На фильмы Marvel никто не приходит за сложным сюжетом подумать. Это просто аттракцион, развлекательные фильмы. И мне кажется, что от таких игр ты хочешь получать чисто аттракцион, развлечение и не более. Конечно, нужно иметь меру. Не делать слишком простой геймплей, там, однокнопочный. Не делать слишком простой сюжет. Но как бы он нормальный в этих играх. Я уверен, что в Spider-Man 2, возможно, будет очень глубокая боевая система. Возможно, будет какой-нибудь непростой сюжет. Но, опять же, слишком тяжелый сюжет, слишком сложный геймплей этим играм не нужен. Чуваки, если вам нужен сложный сюжет и сложный геймплей, идите играть в Death Stranding. Чуваки, это очень тяжелые игры. Я уверен, что многие из вас такие игры даже не играли и не пытались. Потому что не для всех эти игры. Сейчас поколение, во-первых, такое, скажем так, бумеров, которым нужны быстрые, динамичные, несложные проекты. И в этом нет ничего плохого. Потому что игры, в первую очередь, это развлечения. И Spider-Man, он развлекает тебя и отвлекает. Это, знаете, как игры Call of Duty. Я раньше относился к этим играм так, что это очень простые, тупые экшн-проекты. Ну да, так и есть. Это же просто экшн-тупой проект, где ты бегаешь, стреляешь. То же самое Spider-Man. Это просто хорошая, добротная игра про супергероя. Которая заставляет тебя где-то улыбнуться. Где-то немножко погрустить. Посмотреть на красивые сцены, красивые анимации. И что еще от этих игр нужно. Подведу небольшие итоги. За последние полтора-два месяца я прошел очень много игр про Человека-паука. Скажу честно, мне он немножко поднадоел уже. Потому что, чуваки, столько игр про паука. Я ни разу не играл. Ну, в такой как промежуток времени. Но скажу, что это был очень интересный опыт. Посмотреть, с чего все начиналось и чем все закончилось. Как бы, да, прикольный был момент, когда игры выходили по фильму. Это был свой такой небольшой вайп. Но эти игры, скажу честно, не отличались хорошим качеством. И самые интересные игры про Человека-паука, это были именно оригинальные проекты, которые делали компании, не опираясь на какой-то первоисточник. Мой терлист лучших игр про паука выглядит вот так вот. Возможно, вам кажется, что он не объективен. И это будет правда. Потому что данное мнение, оно как бы мое. И разумеется, у вас другое мнение. И я, естественно, это понимаю. Поэтому, чуваки, понимайте и вы меня. Если вы с чем-то не согласны, не стоит бомбить. Стоит просто объяснить мне в комментариях, где я не прав. Возможно, я прислушаюсь, возможно, нет. Но в любом случае, чуваки, главное нам не быть токсичными. Ведь самая главная цель видеоигр, фильмов, комиксов и так далее, это развлечь своего зрителя, свою аудиторию. Я считаю, что если вам нравится какая-то игра или какой-то фильм, плевать на чужое мнение. Важно же, что только тебе нравилось, а не кому-то другому. Я всегда продвигаю эту простую мысль. И очень жаль, что эта мысль ясна не всем. Но я думаю, что в будущем все изменится. И мы все перестанем друг с другом спорить. Хотя спор рождает истину. В общем, видимо, это какой-то замкнутый круг. В общем, чуваки, в принципе, на этом я могу заканчивать. Было прикольно сделать такое длинное, необычное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Я сделаю подобное видео по какой-нибудь другой серии игр. Возможно, у вас есть какая-то идея. Какие-то, возможно, улучшения для такого формата. Потому что, очевидно, ролик не идеальный. Как-то стоит его доработать в каких-то местах. В общем, пишите комментарии. Я на все отвечу, всю критику адекватно воспринимаю. И не забывайте подписываться на канал. Для меня это огромная поддержка и сильная мотивация. Всем удачи, чуваки. Всем пока. Пока-пока.